На полигоне в Ивацевическом районе президент ознакомился с возможностями современной военной техники отечественного производства и пояснил, почему была поставлена задача создать в стране собственные новые образцы вооружения, а также осваивать глубокую модернизацию уже имеющегося. Глава государства напомнил, что за последние годы в независимой Беларуси пришлось несколько раз модернизировать и приспосабливать вооруженные силы к современным условиям. В том числе был учтен опыт войн и локальных конфликтов в мире, развитие технических средств. На площади государственного флага прошла церемония вручения знамени подразделения уголовного розыска органов внутренних дел Беларуси, который отмечает свое столетие. За вековую историю эта элитная служба превратилась в серьезный инструмент по раскрытию и предотвращению преступлений, который обладает опытом и всем необходимым оснащением, чтобы адекватно реагировать на все вызовы и угрозы криминального мира. 90% всех тяжких преступлений раскрывается сотрудниками уголовного розыска. Увеличить доходы от экспорта туруслуг до 250 миллионов долларов намерена Беларусь в 2020 году. Соответствующим постановлением Сабмина внесены изменения в госпрограмму «Беларусь гостеприимная». Сводный целевой показатель по экспорту увеличен на нынешние последующие два года. С учетом либерализации визового режима, расширения границ безвизовых зон, активизации маркетинговых мероприятий, профильное министерство и туроператоры прогнозируют дальнейший рост рынка.